Вы даже себе представить не можете, что лежит в этой коробке. Зачем я сейчас это сказал? Баннер висит, название видоса написано. Окей, давайте посмотрим, что у нас внутри. Производим разгерметизацию. Так, и отсюда у нас выезжают... Вот мы вместе первый раз смотрим на эти кроссовки. Adidas Klimacool. Первый экземпляр и второй экземпляр. Сейчас я ухожу в них по квартире и сделаю вам о них картину. Дамы и господа, товарищи земляне, на фоне вот этих восхитительных Adidas Klimacool, говорящие руки, обувной маньяк говорит вам бонжур. Сегодня у нас нестандартный обзор. Сегодня я вам сразу все покажу как есть. Потому что я уже сделал о них полную картину. И на показе моды попрощаемся. Знаете, о чем я подумал, вскрыв эту коробку? Первые мои впечатления были о том, что Adidas находится в глубокой депрессии. Потому что у меня на эти Klimacool моментально отклик пошел на Klimacool, которые были в 2021 году. И первый визуальный контакт мне не понравился. Но я нацепил эти кроссовки на свои ноги и начал топтать свою квартиру. И нотоптал. И сейчас я вам расскажу все как было. Ну, давайте для начала. Основные моменты. Здесь мы имеем такую траншею, лифт, туннель, некая поддержка стопы. Зачем это было сделано? Наверное, это было сделано потому, что это было сделано. Во-первых, эти кроссовки, самое интересное, что они беговые. У меня вообще сносится крыша по поводу тему беговых кроссовок. Вот я уже у меня готов выпуск на Бостона 10. Я его там дорабатываю, договариваю, доделываю. Делаю максимально крутой выпуск на свой взгляд, конечно же. Как можно бегать в этом во всем? Я считаю, что производитель должен писать, что под что рассчитано. Да, Бостоны. Марафонки там, полумарафонки. Бег по тренажерной дороге, бег по асфальту, бег по земле. Неужели вот в этом во всем реально можно бегать? Ведь бег, он вреден, если вы бегаете неправильно. Окей, проехали. Промежуточная. Моя любимая баунс. Но она не моя любимая, просто баунс. Хорошая промежуточная. Хотя прошлые стояли на супер сбалансированном бусте. В этот раз ребята решили сэкономить. Не знаю. Ну, сэкономили и сэкономили. Самый один из плюсов данных кроссовок, видите, они вот такие вот. Вот такие вот они. Так что никакая супинация и пронация в данных кроссовках не пройдет. Потому что здесь нет особой какой-то такой прям поддержки. Сказать, чтобы они были вот прям вау. Огромные плюсы данных кроссовок. Они дышат. Здесь все наглухо просвечивается. И вот, естественно, да, я подумал, что они в депрессии. А потом мне же надо как-то... Это же мое мнение, да? Первое мнение. И зачем я вам должен портить? Я вам же все должен рассказать. Стелька. Поняли, да? И там дальше. Вот эти все элементы в прошлых клеймакулах. Тут нет таких дышащих элементов, не было. В прошлые клеймакулы дышали вот через эти элементы. А здесь прям вот, вы видите, это все просвечивает. То же самое здесь. Соответственно, делаем вывод, что кроссовки дышат в пух и прах. Что касается сетки, да, многие люди... Кстати, смотрите, даже вот так просвечиваются. Ну, вон, наверное, не видно. Да, есть просвет. Что касается сетки, качества сетки, люди говорят, что они рвутся через месяц, через два. Значит, гарантия там сколько, 60 дней возврата, обмену Адидаса. И еще по российскому законодательству у вас гарантия на эту обувь в два года. Вам надо помнить, где вы их купили и когда вы их купили. Чек, он все равно, чек все равно исчезает. Там такая бумага, это термо или как она там, печать. Она исчезает через три месяца, четыре месяца, не суть. Главное помнить, где вы купили и как вы за них платили. Все. Если кроссовки порвались не по вашей вине, Адидас, эти вот ребята, которые консультанты, им не нужны качели с вами. Вы не на рынке, им вообще плевать. Если есть факт дефекта, они вам их либо поменяют, либо вернут вам деньги. Поэтому смело с песней покупайте, если вам это надо. Тем более кроссовки дышащие. И я очень сильно столкнулся с проблемой обуви, когда я курял летом, осенью по Стамбулу. Но это была вообще катастрофа. И жаль, что у меня в тот момент не было этих климакулов с собой. Но немаловажный фактор. Вы думаете, если вы купили эти кроссовки и все, надели первый попавшийся носок, побежали, у вас нога вспотела. Носок тоже имеет значение. У моего виртуального друга номер один, коллеги моего Димы Ястребова, канал Кроссово Кок. Вот здесь я оставлю ссылку. Пальцем нехорошо показывать, но я показал. У него вышел выпуск про беговые носки. Просто посмотрите, пожалуйста. Я вам серьезно говорю. Он настоящий бегун, он консультант в крупной сети. Он знает, что он говорит по бегу. Я в бег вообще не суюсь. Хотя в Бостонах я засунулся в бег. Но это сугубо мое личное мнение. А Дима, он реально понимает, что он говорит о беговых кроссовках, о беговых носках. И вообще, про все эти беговые технологии он знает все великолепно. На чем я остановился? Да. Стоят эти кроссовки 10 тысяч рублей. Это 120 евро. Но самое интересное, что в этом цвете они стоят 10 тысяч рублей. 120 евро. А в другом цвете они почему-то стоят 12 тысяч рублей. Это, грубо говоря, 150 евро. Странно. Не могу понять, с чем это связано. Естественно, предсказываю вопросы людей. А будет ли попадать сюда вода? И будут ли пачкаться носки? Скажу вам так. В лужу встанете, попадет. Естественно, ну вы же понимаете, сетка вообще наглухо просвечивает. Как они будут себя вести на льду? Я думал, это кроссовки не созданы для льда. Поэтому это такая лирика была, друзья, без обид. Но просто вот так вот. Я вроде вам все рассказал. По качеству у меня никаких нареканий к этим кроссовкам нет. Ну а по вентиляции, конечно, это немаловажный фактор. Блин, на лето то, что доктор прописал. Хоть они мне визуально вообще никак не нравятся. Здесь, видите, это вот такая Климакул. Такая вот шнуровка. Ну, ничего особенного. Давайте посмотрим, как они блестят на солнце. Кстати, вы не забыли подписаться на Маньяка? Я вас очень прошу. Не забудьте, пожалуйста. Я совсем забыл показать, сколько они весят. А весят они 334 грамма. Вот они, Климакулы Климакуловичи. Хочу сказать, что да, я все-таки, они мне начали нравиться за счет того, что у них продувается подошва. Но! Но остается но! Мой сайс девятка стандартный в Адидасе. Палец мой вот тут. А нога у меня вот здесь, она ходит. Ну, она слегка свободна. Возможно, под более плотные носки. Вот это, что мы будем делать летом. Видите, я мерю под обычные красные носки. И смотрятся они очень даже неплохо. По мягкости. Вот мягкости здесь я не могу вам показать, потому что она здесь какая-то от баунса. И, в принципе, по ходовым качествам вообще никаких нареканий. Ничего, никаких нареканий. Просто прошлые Климакулы смотрелись гораздо круче. Ну, а с размером с шириной, я вам уже сказал, будьте аккуратны. Ладно, на этом я заканчиваю все наши обзоры. Я надеюсь, вам понравилось все. Увидимся, когда увидимся.